Второй день своего визита в Бразилию Папа Римский Франциск посвятил отдыху и частным встречам с местными служителями церкви и монахинями. Он также провел небольшую службу, на которой присутствовали лишь несколько десятков человек. В Бразилии проживает 120 миллионов католиков. И несмотря на то, что эта цифра в последние десятилетия уменьшается, это южноамериканское государство по-прежнему остается крупнейшей католической страной в мире. В честь визита понтифика, который стал его первой зарубежной поездкой в качестве главы римско-католической церкви, в Бразилии были выпущены памятные медали. На одной из них изображена базилика Богоматери из Апарисиды. К этой католической святыне, которую Франциск посетит сегодня, устремились паломники со всего мира. Город стал похож на Вавилонскую башню, только здесь все говорят на одном языке, языке надежды. Она стала средством общения. И именно через надежду мы должны бороться с коррупцией, бороться с насилием и построить новый мир, основанный на вере. Основная цель поездки Папы Римского в Бразилию – участие во Всемирных днях католической молодежи. Это событие в Ватикане считают важнейшим в нынешнем году в жизни римско-католической церкви. И рассчитывают, что оно поможет в формировании новой социальной доктрины.